Субтитры предоставил DimaTorzok Глава государства сказал, что известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Турции землетрясения глубоко потрясло и опечалило Азербайджан. Президент Ирхамалиев от себя лично и от имени нашего народа передал соболезнования президенту Турции Раджабетая Бердугану семьям погибших в результате землетрясения и братскому турецкому народу пожелал скорейшего исцеления пострадавшим. Президент Азербайджана отметил, что это большое бедствие и наша страна разделяет горе Турции. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом. Раджабетая Бердуган выразил глубокую признательность за звонок и соболезнования. Глава нашего государства сообщил, что по его поручению в братскую страну уже отправлена команда спасателей в составе 420 человек. И по прибытии на место происшествия она немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами. Ильхам Алиев отметил, что в ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями. Президент Турции выразил главе государства и азербайджанскому народу признательность за братскую поддержку. Первый вице-президент Мегрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикации в связи с землетрясением в Турции. С чувством глубокой печали восприняла известие о последствиях мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии, выражая глубокие соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего не спасать силы и терпения всему народу Турции, говорится в публикации. Тем временем растут масштабы последствий сильного землетрясения, произошедшего этой ночью на юго-востоке Турции. По последним данным, в 10 районах разрушено около 3000 строений. Число погибших уже превысило 1000 человек. А буквально пару часов назад произошло еще одно сильное землетрясение. В землетрясении силы 74 балла произошло в провинции Пазарчик. В регионе Кахраман-Мараш очаг землетрясения залегал в районе Нуртак на глубине 7 километров. В результате стихийного бедствия частично или полностью разрушено большое количество зданий, просили многие автомагистрали. Серьезно пострадала историческая крепость Кахраман-Мараш. Самые большие разрушения в Малате, сообщается, в 130 рухнувших зданиях. Погибли десятки, пострадали сотни человек. В Шал-Нурфа разрушены 16 зданий. Кроме того, после землетрясения в утренние часы рухнул еще один дом. Причиной стали авторшоки. О погибших и раненых пока точной информации нет. Сила подземных толчков в Газиантепе составила 6,4 балла. Сообщается о полном разрушении трех зданий. В результате подземных толчков вода не рухнула 11-этажное здание. По предварительным данным, здесь также есть многочисленные жертвы. Министр национальной обороны Турции Холоси Акар заявил, что в результате землетрясения погибли трое военнослужащих турецкой армии. Среди военнослужащих есть и раненые. Согласно решению Министерства образования Турции в Кахраман-Мараш, Хатай и Ады Ямани, деятели с учебных заведений приостановлены на две недели. А в Дьярбакире, Газиантепе, Османия, Шал-Нурфе, Адане и Килизе на одну неделю. Вся информация по поводу землетрясения поступает именно в этот центр. Это соответствующая структура Министерства внутренних дел страны. Отсюда осуществляется вся координация по спасательно-поисковой работе, оказанию первичной помощи и устранению последствий землетрясения. Землетрясение также привело к разрушениям в северных районах Сирии. В основном разрушения, завиксированные в регионах Алеппо и Идлиб. Разрушено значительное количество зданий. По предварительным данным, более 400 жителей погибли и свыше 650 получили ранения. Поскольку под обломками все еще остаются люди, не исключено, что число жертв возрастет. Серьезный ущерб, нанесенный историческим сооружением, внесенным в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также нескольким мечетям. Подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Египта, Ирака и Ливана. Страны мира не остались равнодушными к мощному землетрясению в Турции. Первая помощь в братскую страну поступила из Азербайджана и Израиля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что страны НАТО мобилизовали в связи с землетрясением в Турции. Отметим, что после сильного землетрясения Турция обратилась к призывам о показании международной помощи. В зоне стихийного бедствия объявлена тревога четвертой степени. Гюляр Гатамова, Новости АСТВ. Президент Турции Раджаптай Абердоган взял на себя председатель своего управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций АФАТ, чтобы координировать работы в зоне землетрясения. Глава турецкого государства также посетил координационный центр АФАТ и сделал заявление. Наши государства сразу же приступили к своему обязанности. Главы администрации пострадавших регионов незамедлительно мобилизовали все имеющиеся у них возможности. К десяти главам администрации пострадавших от землетрясения регионов были направлены на помощь еще десять руководителей из других муниципалитетов. АФАТ и организация «Красного полумесяца» также направили в зону бедствия своих представителей. Вооруженные силы Турции, главе с муниципальными представительствами, призвали к службе всех, кто имеет опыт работы в чрезвычайной ситуации. На данный момент количество задействованных по определению местонахождения и спасению пострадавших от землетрясения составляет 9 тысяч человек. Эти цифры увеличиваются благодаря поступающей зарубежной помощи, живой силы. Определение спасения, находящейся под завалами наших граждан, не прекращается ни на минуту. Как вы уже сообщали, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий, произошедшего в Турции сильного землетрясения, спасательные силы быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям на первоначальном этапе в составе 370 человек отправились в братскую страну из международного аэропорта Гейдар Алиев. Перед вылетом личному составу были даны соответствующие инструкции. В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий землетрясения в Турции первоначально отправляется 370 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и кинологическая группа с 8 собаками. Личный состав полностью оснащен оборудованием, необходимым для оказания первой помощи пострадавшим. В связи с землетрясением в Кахраман-Мараши и прилегающих провинциях Турции, в посольстве Азербайджана, в братской стране, а также в генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе созданы оперативные штабы. Как сообщили в МИД, Дипмиссия поддерживает оперативную связь с соответствующими государственными органами Турции, а также с руководителями, прибывшие для оказания помощи делегации МЧС. Выясняет, есть ли среди пострадавших от землетрясения граждане нашей страны. Также регулярно поддерживается связь с азербайджанскими студентами, обучающимися в Турции. Граждане Азербайджана, пострадавших при землетрясении, просят связаться по горячей линии с нашими посольствами в Анкаре, а также с генеральными консульствами в Стамбуле и Карсе. К другим темам. При задержании террориста, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, с ним не обращались, как с преступником. Тот факт, что иранская полиция не вмешалась в события, дает основания предположить, что теракт был спланирован заранее. Об этом на брифинге сообщил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. О случившемся теракте рассказал и Василь Евтагиев, обезвредивший террориста. Хочу сообщить, что в последнее время в некоторых социальных сетях распространяются безосновательные гипотезы относительно хронологии террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране. Авторы этих гипотез основываются на времени, указанном на кадрах, снятых камерами видеонаблюдения посольства. По техническим причинам камеры, установленные с внешней и внутренней стороны посольства, показывают разное время с разницей 24 минуты. Следует обратить внимание, что террорист выбрал для атаки пятницу, которая в Иране является выходным днем. День выбран, чтобы минимизировать факторы, которые могли бы помешать теракту. Помимо этого, нападавший принес с собой автомат, полный патронами магазин, пистолет, а также коктейль Молотова и другие зажигательные средства. Тот факт, что иранская полиция не вмешивалась в происходящее, дает основания предполагать, что террорист был спланирован заранее. Я поднялся на второй этаж, чтобы оказать при необходимости помощь женщинам и детям и одновременно тяжелым предметом обезоружить его, так как я остался один. Он стал снизу стрелять с автомата Калашникова по второму этажу во все стороны. Я насчитал 20 выстрелов и дождался, чтобы у него закончились патроны, чтобы потом вступить с ним в рукопашный бой. На участке дороги Лачин-Ханкендеек активисты и представители неправительственных организаций продолжают акцию протеста против незаконной эксплуатации золотоносного месторождения Газелбулах и Медно-Морибденового месторождения Демирли в Карабахе. Сегодня 57-й день акции. Как сообщает наш корреспондент Эльмур Тофик, сегодня также были созданы все условия для беспрепятственного передвижения в Лачин автотранспортных средств, принадлежащих российскому миротворческому контингенту и Международному комитету Красного Треста. А тем временем завершается поездка международной группы путешественников из 12 стран в Карабахо-Восточный Зенгизур. Сегодня они побывали в Джабраильском районе на Худоферинском мосту. Гостей проинформировали об истории Худоферинского моста, который построен в соответствии с традициями азербайджанской архитектурной школы. Затем путешественники отправились в Ахдам. Следует отметить, что в состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Они уже побывали в Физули, Ходжавенде, Шушеке, Альбаджари и Лачине. Это уже шестая по счету поездка международных путешественников на освобожденной от оккупации территории. Посещение деоккупированных земель демонстрирует растущий интерес международных путешественников к освобожденным территориям Азербайджана, проводимым здесь работам по восстановлению и благоустройству, а также разминированию. Поездка организована на высоком уровне. Была предоставлена хорошая возможность ознакомиться с Карабахом. Мы увидели проводимые Азербайджаном на этих территориях восстановительные работы. Своими глазами увидели большие разрушения. И это просто позор для всего человечества. Продолжается российская и украинская война. На востоке Украины идут ожесточенные бои. Официальный Киев сообщает, что предотвращены атаки России на 13 населенных пунктов Донбасса. В оперативном отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится, что предотвращены атаки России на 13 населенных пунктов Донбасса и на Бахмут. За прошедшие сутки воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по территории, где группировались российские войска и по зенитно-ракетным комплексам. Ракетные и артиллерийские войска Украины нанесли удар по 8 территориям, где была сконцентрирована вражеская сила, а также по командному пункту и складу с боеприпасами. Сообщается, что российская сторона за последние сутки нанесла 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Украины. В отчете также подчеркивается, что ряды российской армии усиливаются в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Новопавловска. В своем традиционном видеообращении президент Украины Володимир Зеленский сообщил об ожесточенных боях в Донецкой области. По его словам, российская сторона хочет сделать что-то символическое в связи с годовщиной начала войны. Они хотят отомстить за прошлогодние поражения. Мы видим повышение давления по различным направлениям фронта, а также информационном плане. В Донецкой области идут очень тяжелые, ожесточенные бои. Однако мы должны выстоять, несмотря на все трудности и давления. Президент Украины также отметил, что необходимо укрепить защиту фронта и международные позиции, усилить давление на Россию и дать предоставить людям новые возможности выйти из этого трудного периода. У нас помимо самозащиты и как победить нет альтернативы. Подчеркнул Зеленский. Хавер Алиева, Федан Гусейнова, Новости АС-ТВ. У нас все новости к этому часу, а эфир азербайджанского телевизия продолжит передача Чехоша до Угру. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин